Привет, друзья! В этом видео поговорим, как можно заработать на листингах на биржу, а именно на биржу Babbitt, как заработать на листинге новых токенов. Когда новые токены, новые монеты выходят на биржу, вы можете заработать огромные иксы, потому что иногда вы можете купить монеты перед выходом на биржу, а иногда монеты уже торгуются на какой-то другой бирже, и вы тоже на этом можете заработать. В общем, поговорим с вами про разные способы, как и совсем без капитала или с маленьким капиталом, там в районе 100 долларов, так и с большим капиталом, как заработать на листинге новых монет на бирже Bybit. И давайте с вами, наверное, начнем с самого главного инструмента. Он не то, чтобы главный инструмент, но просто все начинается с лаунчпадов, да. Любой человек, кто торгует на бирже, наверняка участвовал и слышал про лаунчпады. Так вот, на бирже Bybit они сделаны вообще по уму, очень красиво, с двумя вариантами участия, и давайте о них подробнее поговорим. Находятся они в разделе торговать, здесь есть раздел SpotX, и здесь есть раздел лаунчпад. Все, что вам нужно делать, это периодически заходить в этот раздел и проверять, не появилось ли новых проектов. Но вы можете быть просто подписаны на нас в Телеграме, мы, в принципе, никогда вас не оставим без лаунчпадов и никогда их не пропустим, потому что всегда о них постим и рассказываем нашему комьюнити. Здесь пока что лаунчпадов активных нет, написано, что это событие завершилось, этот лаунчпад завершился, но на его примере мы все равно с вами сейчас рассмотрим, посмотрим на его результаты, а сколько вообще удалось людям заработать на этом лаунчпаде, и как работает механика самих лаунчпадов. Значит, два варианта участия. Первый вариант – это за МНТ, за токены от Bybit. Кто-то скажет, МНТ – это токен не от Bybit, это, значит, DAO отдельное. Но Bybit является основным держателем этих токенов, поэтому он напрямую заинтересован в том, чтобы люди их использовали, он их везде питчет, поэтому можно сказать, что это токен от Bybit. Потому что, ну, к примеру, когда государство является основным держателем в какой-то компании, то мы можем сказать, что это государственная компания. То же самое и здесь, когда Bybit является основным держателем токенов МНТ, то можно сказать, что он является владельцем этого токена. Значит, вот этот проект 5IRE, не знаю, как он правильно читается, листится на бирже Bybit. И вы можете получить токены этого проекта до выхода на биржу по очень низкой цене, потом мы сейчас посмотрим, сколько люди с этого заработали. И первый вариант участия для того, чтобы получить эти токены, это держать на балансе монетки MNT. Чем больше у вас этих монет, тем больше у вас шансов получить больше токенов проекта, который листится. Тут даже не про шансы мы говорим, а то, что в режиме подписки вы гарантированно получаете токены проекта, которые листятся. Подгарантированно я понимаю то, что в любом случае, если у вас от 50 токенов MNT, минимальное участие, сколько бы у вас не было, вы все равно получите небольшое количество токенов, но получите. И чем больше у вас токенов MNT, тем больше вы получите токенов проекта, которые листятся. Если у вас токенов MNT на меньше, чем 1000 долларов, то даже не участвуйте в этом режиме подписки, для вас будет следующий режим раздачи, о котором мы сейчас поговорим. Если вы думаете, купить ли мне на споте токены MNT, потому что они же торгуются, вы можете их купить для того, чтобы чисто поучаствовать в лунчпаде. Купить их там на 20-30 тысяч долларов, потом их продать и забрать себе прибыль с токенов проекта, который бы залистится. Но не спешите так делать, потому что кроме вас так будет делать еще очень много людей, и вы увидите, что на графике цена токена MNT перед лунчпадом обычно всегда возрастает. А после лунчпада, в первые дни, а в первые часы даже, она падает, потому что как раз-таки очень много людей заходят и закупают токены MNT, а потом начинают продавать после уже лунчпада. И за счет этого вы, получается, купите на хаях, а продадите внизу, когда все будут продавать. Поэтому, если хотите держать MNT на долгосрок, то, конечно, заходите. Если не хотите держать на долгосрок, специально для лунчпада я не рекомендую их покупать. Думаю, это понятно. Далее. То есть здесь вы просто загружаете токены MNT, чем больше токенов, тем больше вы получаете токенов проекта, которые листятся. У вас есть определенный тайминг. Вот здесь внизу он написан. Период снимков баланса длится в определенное время. Далее период подписки и раздачи тоже длится в определенное время. И это два основных периода, в которых нам нужно участвовать. Потом в периоде распределения, в результатах распределения мы тоже должны участвовать, чтобы продать эти токены, когда они выйдут на биржу и заработать на этом. Но самое главное для нас это период снимков баланса и период подписки и раздачи. Период снимков баланса мы просто держим как можно больше денег на нашем аккаунте. На Bybit учитывается наш аккаунт для финансирования, наш единый торговый аккаунт. Если у вас там спотовый, деривативный, все это тоже учитывается. Инверсные фьючерсы тоже учитываются в снимках баланса. Снимки баланса идут в зависимости от проекта. Но в основном это от 3 до 5 дней. И в это время вам нужно как можно больше держать денег. Считается среднее значение снимки баланса делается каждый час. И считается среднее значение, среднесущное значение на вашем балансе за эти дни. Далее в период подписки вы стейкаете свои токены МНТ. Соответственно чем больше застейкали, тем больше получили. У вас токены проекта не просто вам даются, они покупаются. Вот по такой цене, которая написана здесь, за один токен проекта вы должны заплатить 0.1 токен МНТ. То есть у вас автоматически снимается какая-то сумма, которая вам одобрена. Чем больше участников, тем меньше достанется каждому. Я думаю это понятно. Как и в принципе на всех таких площадках. Чем больше денег участвует, тем меньше достанется каждому. Поэтому с маленькими балансами здесь лучше вообще не лезть и идти дальше в следующий режим раздачи. Максимум на каждого человека будет выдано 5000 токенов проекта. То есть если у вас слишком большие балансы, то тоже больше 5000 вы не получите. Далее. Режим раздачи в USDT. Здесь кстати в режиме подписки все оставшиеся токены, на которые у вас не купятся монетки, вам просто вернутся дальше обратно на баланс. В период снимков баланса держите максимальное количество денег. В период подписки заходите и стейкаете, важно, стейкаете свои деньги здесь. То есть вы МНТшки стейкаете и они у вас замораживаются буквально там на сутки, на несколько часов до того, как не начнется период распределения, уже который у нас написан вот здесь. Но здесь даже меньше суток, несколько часов, как видите, до периода распределения проходит. Раздача в USDT подходит для тех, у кого небольшие депозиты, потому что здесь требования уже максимально простые. Здесь вы не гарантированно получаете токены проекта, но зато у вас есть шанс получить хорошее количество токенов проекта при небольшом балансе. Требование лишь одно. Держать в период снимков баланса на балансе, на всех своих кошельках больше 100 USDT и делать объем больше 50 долларов. Внимание, это спотовый объем. Вы должны делать больше 50 долларов каждый день на всем периоде снимков баланса. Внимание, что это считается средний объем. Поэтому, если вы не успели залететь в первый день периода снимков баланса, зашли во второй или в третий, то вы просто заливаете на свой баланс 500 или 1000 долларов, и у вас средняя за все дни будет уже больше 100 долларов. И делаете просто большой объем торгов на споте, купили-продали что-то, и у вас тоже будет больше 50 долларов средняя. Это для того, чтобы получить один билетик. Вы как бы как лотерейный билетик получаете, один билетик это-один шанс на получение токенов этого проекта. За каждый билетик выигрышный вы получите 170 токенов проекта. Все остальное вернется вам на баланс также. Если ничего не выиграли, тоже все на баланс вернется, так что насчет этого не переживайте. Но вы получите 170 токенов, представьте, это достаточно много. С учетом того, что в режиме M&C, наверное, вам около 3000 долларов нужно будет, или двух, да, зафиксировать, чтобы получить такое количество токенов. Все, конечно, зависит от проекта, все индивидуально. Цена за один токен на этапе вот этой раздачи была 6 центов. 6 центов, как видите. Давайте посмотрим, как сейчас торгуется этот токен. Вот он. Торгуется сейчас на споте, и торгуется он за 30 центов. То есть это в 5 раз больше, чем он был у нас в лаунчпаде, да, в 5 раз получается. Давайте посмотрим, что у нас с ним было вообще в первые дни, потому что это сейчас такая картина. А в первые дни он поднимался, ну, пускай на этой свече вы его не продали бы, он поднимался аж 8 раз, да. Ну, продали бы вы его вот здесь. Каждая свеча это день. То есть вот первый день был. На следующий день, на второй бы день вы его смогли спокойно вот здесь, я думаю, продать там, не знаю, всем тоже 8 раз где-то профитов забрали. Ну, то есть за 43 центов. Купили за 6 центов, продали за 43. И надо понимать, что сейчас выходят так проекты, что у них, например, в режиме подписки раздается вот миллион 700 токенов, и в режиме раздачи тоже миллион 700. То есть два пулы по миллион 700 токенов, одинаковые пулы, вот, но здесь вы, по сути, ничем не рискуете, а здесь вы держите токены МНТ, да, которые там меняются в цене, волатильные и прочее. И вот теперь давайте посмотрим, сколько люди действительно получили. Посмотрите, за МНТ в среднем люди получили по 82 токена проекта. По 82 токена всего. Хотя на раздаче минимум они могли получить, если бы выиграли, 170 токенов, но это не гарантировано. Здесь же каждый получил по 170 токенов за один билетик. Шанс на выигрыш был 8,7%. Всего было 58 тысяч участников. Ну и за МНТ было меньшее количество участников. Вот тут выигрышные номерки. У меня для вас, конечно же, лайфхак, как получить еще больше билетиков для того, чтобы иметь шанс выиграть еще больше. Первое, это для новых пользователей дается плюс еще один билет. Второе, это делать ежедневный объем на споте больше 1200 долларов. Если вы делаете больше 1200 долларов объем, то вам дается аж три билетика. Очень важно, что этот объем считается именно в период снимков баланса. И вам также нужно будет в режиме подписки, когда будет подписка вот в это время, вам нужно будет зайти и до периода распределения, вот с периода подписки до периода распределения, вам нужно будет зайти и застейкать свои USDT, там 100 долларов. Все, после того, как токен залистился, вы получили его на свой спотовый аккаунт или на свой единоторговый аккаунт. Переходите в раздел торговать, спотовая торговля и находите пару, она, кстати, вот здесь у вас тоже будет светиться, сколько времени осталось до листинга токенов. Потом вы заходите, здесь прямо у вас тоже будут секунды тикать, сколько осталось до листинга. Листинг начинается, начинаются торги. Обратите внимание, что в первые 5 минут торгов не будет доступен рыночный ордер. Вы не сможете по рынку ничего продать, потому что, ну просто вы уроните стакан в одном случае, если будете продавать. А если будете покупать что-то по рынку, то вы просто закупите по той цене, по которой вообще не хотели покупать. Потому что ликвидности будет мало, если я поставлю там ордер на покупку за 2 доллара, то вы здесь все выкупите, если вы на большую сумму захотите купить. И дальше у вас купится все, что выше, там за 2 доллара. Это очень большой будет спред, в общем, поэтому в первые 5 или 10 минут, по-моему, нельзя выставлять рыночные ордера. Только лимитные ордера, вы можете только вручную здесь вписывать цену и торговать. Это такой немножко технический момент, который тоже многих удивляет, почему я не могу продать по рынку там свои токены, или почему я не могу купить по рынку. Ну вот нельзя в первые минуты листинга это сделать. Я это сделал, опять же, для вашей безопасности в том числе. То есть здесь мы с вами поняли, получили, заработали, готово. Следующее. Это Web3. Переходим в раздел Web3. Здесь у вас обязательно должен быть Bybit Web3 кошелек. Если у вас его нет, то просто, ну я не знаю, что вы делаете на Bybit. По-любому он у вас должен быть. И далее переходите в Bybit Wallet. И здесь вверху выбирайте IDO. IDO, по сути, это то же самое, что и Launchpad, только это такой децентрализованный Launchpad, так скажем. Когда вы тоже можете получить токены проекта. Здесь у нас сейчас как раз есть активный проект, которого период синеньков баланса уже завершается через 15 часов. Давайте нажмем подробнее. На него я, скорее всего, тоже не успел. Но вот здесь тоже мы видим то, что есть проект, который, вот эти вот токены продаются по цене 1 цент, 1.5 цента, да. Конечно же, когда они выйдут на биржу, то вы можете их продать, наверное, в 10 раз дороже. Всего выигрышных тикетов здесь также все по билетикам. То есть вы получаете билетик. Если он выиграл, то вы получаете аллокацию на 200 USDC. То есть вы имеете право купить токенов на 200 долларов. Всего будет 200 тикетов, то есть всего 200 человек выиграют эти билетики и получат по 200 долларов аллокацию каждой. Уже участников 25 тысяч, поэтому здесь шансы невелики, но они все-таки есть, и вы тоже ничего не теряете. Все, что вам нужно сделать, это вот здесь нажать на кнопочку подписаться на IDO. У вас появляется номер вашего тикета, который тоже может стать выигрышным, соответственно, вы получите аллокацию. Далее делайте то, что вот здесь написано. Удерживайте минимум 300 USDC. В данном случае нам нужно в сети Ethereum, иногда бывает в сети Binance Smart Chain. Будет сделано до трех снимков каждый день с вот такого-то числа по такое-то число. У вас здесь будут свои даты написаны. Скорее всего, когда это видео выйдет, уже все это будет, ну, данное IDO, данное будет неактуально. У вас будет свое IDO, которое здесь будет проходить. Потому что здесь очень часто IDO, на самом деле, проходит гораздо чаще, чем лаунчпады. Соответственно, нам нужно удерживать 300 USDC в сети Ethereum на протяжении всего снимка баланса, те дни, которые здесь написаны. Уже осталось 15 часов, поэтому у меня средний баланс, чтобы был у меня 300 USDC. У меня нужно очень много денег занести. Занести куда? Занести, опять же, не просто на бирже Bybit, а в конкретно Bybit Wallet. Вот здесь, в разделе активы, мы можем накликнуть на свой баланс. Нас перебросит кошелек, где мы можем посмотреть по разным сетям наши кошельки. В сети Ethereum у нас было написано. И у нас должны быть именно USDC. Вот она, монетка USDC. И у меня здесь их 306 штук. Как раз потому, что у всех IDO плюс-минус одинаковые требования. Они у меня здесь лежат. То есть, и все. Я в IDO просто нажимаю «Принять участие». И дальше у меня уже монетки, там условия все выполнены. По сети Ethereum, например. Здесь уже есть тоже дополнительные штуки, когда вы можете получить дополнительное количество тикетов. То есть, пока что у меня один билетик. Но я могу получить дополнительные билетики. Если я, например, накоплю чистый депозит на своем аккаунте Bybit от 100 долларов. Это депозит, то есть, внесение новых средств. Внесение в стейкинг и удерживание дополнительную сумму. А 300 долларов в токенах тоже могу нажать. И здесь мне прикинуть на стейкинг, где мне нужно это все стейкать. Можно поддерживать баланса 200 долларов в стейблкоинах сети Arbitrum One. Это на кошельке тоже Bybit. И дается вот, например, здесь 0.6 тикетов, здесь 0.3 и здесь 0.2. К примеру, вот и новым пользователям дается еще 0.4 тикета. Но, думаю, под новых пользователей вы попадете там один раз, например, когда будете только регистрироваться. Вот эти все три задания достаточно легко собрать. И получить в сумме один тикет там. 1 и 1 тикет у вас здесь будет в сумме за все вот эти задания. Очень важно, что потом в период раздачи у вас смарт-контракт автоматически выбирает победителей. И в период получения нужно получить эти выигранные токены. Вам нужно перейти вот сюда и здесь получить эти токены. Это вам нужно обязательно сделать. Здесь написано время, которое вам дается. Ну, то есть сутки здесь обычно дается на получение ваших средств, вашего выигрыша. Потом можете вот здесь в раздел обмен перейти и эти токены, например, уже обменять. Либо в сети Ethereum, одни на другие, либо перевести их на Bybit. Если они торгуются на Bybit, то, соответственно, продать там. Поэтому это такие вещи, в которых принимать участие, я думаю, обязательно. Далее я буквально немножко затрону тему вот здесь ByWods, когда вы можете голосовать за один из токенов и получить в награду токен этого проекта. Когда токены листятся, есть проекты, которые листятся через ByWods, есть, которые листятся через Launchpad, есть, которые просто листятся. Значит, в ByWods есть три проекта, за которые вам нужно проголосовать. Если проект, за который вы проголосовали, победит, то он вам раздает токены. В данном случае призовые в пол вот тут 110 тысяч долларов. Вообще, когда проекты листятся на Bybit, на ByWods, они не платят Bybit ничего. По сути, все деньги, которые они получают за листинг, получаете вы как пользователь. Потому что на ByWods вы принимаете участие, и эти деньги, они, можно сказать, дропом отдают вам. За счет этого биржа Bybit, она, в принципе, не заинтересована в намеренном листинге какого-то скам проекта, лишь бы заработать на листингах, как делают многие биржи. Вы сами выбираете тот проект, который хотите, чтобы залистился. Но обычно люди просто выбирают тот проект, где больше всего голосов, для того, чтобы гарантированно получить токены этого проекта. Но представьте, здесь раздается 110 тысяч этих долларов, и представьте, сколько человек здесь голосует. Соответственно, каждый получает копейки, но если у вас небольшой баланс, то вы можете в этом участвовать. Опять же, в нашем телеграм-канале мы публикуем, какой проект выигрывает. Вы просто смотрите, какой проект выигрывает, голосуете за него, потому что изначально вы не видите количество голосов в каждом проекту. А мы уже присылаем, мы видим, какой проект, сколько голосов набрал. Мы присылаем сразу же, за что нужно голосовать. Вы голосуете, и получаете гарантированно токены этого проекта. Он листится на Байбите, и вы их продаете. Но это очень скучно, потому что денег мало дают, и для совсем бездепозитных людей подойдет, и, ну, наверное, там какие-нибудь 50-30 долларов для вас будет интересно. А то и того меньше. Поэтому на Байботсах не буду сильно останавливаться. Это как бы листинг, но с другой стороны здесь совсем какие-то небольшие цифры. Далее это Байбит лаунч пулы. Лаунч пул находится в разделе банкинг, эрн, и здесь находится раздел пул. Наверное, в будущем они это перенесут тоже куда-нибудь в раздел торговать SpotX. Но пока что так. Здесь все максимально просто. Вы должны стейкать токены для того, чтобы получать награды в токенах проекта, который будет листиться на биржу Байбит. То есть здесь вы просто закидываете токены ОНДА, чтобы получать токены ОНДА. Вот этот проект, который листится. Закидываете отдельный пул, есть для USDT. Закидываете USDT, и получаете токены ОНДА. Закидываете USDY, и получаете токены ОНДА. И закидываете MUSD, и получаете тоже токены ОНДА. Но, смотрите, здесь написан APR, доходность годовых. 400% за стейкинг USDT. Но это не значит, что вы получите 400%. Почему? Потому что чем больше будет приходить людей, то есть вот здесь пул, 1,8 миллионов токенов ОНДА. Он распределяется на всех людей, на все деньги, которые сюда засунут. Соответственно, в USDT, скорее всего, будет больше всех денег, потому что это самый стабильный стейблкоин, самый надежный, здесь больше всего денег находится. Люди, скорее всего, предпочтут не рисковать. Большинство большие капиталы будут заходить в USDT. Потому что USDT у многих лежат просто на балансе. Здесь вы можете с этого зарабатывать. Соответственно, процент будет уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться с ростом капитала. Самый высокий процент, скорее всего, будет вот либо в токенах Хонда, либо вот в этих тоже MUSD и USDY. Но, скорее всего, в токенах Хонда будет самый высокий процент, потому что, в общем, и токенов в этом пуле больше всего, и людей будет меньше всего здесь стейкать токен. Но вы несете дополнительный риск в качестве того, что вы вносите токены этого проекта, которые могут падать в цене. Если же вы стейкаете USDT, то вы ничем не рискуете. У вас также стейблкоины лежат на балансе, с ними ничего не случится. Они у вас просто лежат стейкинги, с которых вы можете в любой момент их забрать. И вы получаете токены Хонда еще в награду. Ну и теперь мы с вами переходим уже к самому интересному, когда вы можете заработать достаточно уже солидные суммы с помощью листингов и с помощью закупа самостоятельно некоторых токенов. Итак, о чем я говорю? В разделе торговать, в разделе SpotX, вы можете перейти в такой раздел, как Token Splash. Или перейти просто в обзор. И здесь у вас тоже найдутся проекты на Token Splash. Это проекты, в которых вы можете выполнять разные задания и получать какую-то награду. Очень многие из этих проектов впервые листятся на биржу у Bybit. Проверить это можно очень легко. Нажимаете кнопочку участвовать вот здесь. И вот вас перекидывают на такую страничку, например. И здесь написано «Начало регистрации», «Депозиты». И вот здесь есть раздел, который нам и нужен. Он называется «Листинг». И здесь «Листинг токенов ОНДА». Листинг этого проекта. Он будет 18-го числа. Это через 2 дня. Когда вы смотрите это видео, наверное, он уже совершился. Но опять же, в разделе SpotX будут другие проекты. И вы смотрите, какого числа листинг. И вы видите, что это число еще не наступило. То есть листинг будет впереди только. И токен еще не залистился на биржу Bybit. Далее вы смотрите по CoinMarketCap, по любой другой площадке. Смотрите, на каких биржах этот токен торгуется. И торгуется ли он вообще. Бывает такое, что Bybit листит токен в первый раз. И это эксклюзивный листинг только на Bybit. Но очень часто бывает такое, что токен уже торгуется на какой-то бирже. К примеру, о похожей ситуации я писал в своем Telegram-канале. Писал прямо, когда это было актуальным. И когда после моего поста вы могли зайти и это все проделать. То, что был листинг вот этого токена, Мария, на Bybit. В то же время он уже торговался на бирже OKEx. Вот, он уже торговался. И у него была определенная цена. Я посмотрел, что он листится с помощью как раз-таки этого самого токен сплэша. Я увидел то, что будет листинг. Увидел дату листинга. И погуглил через CoinMarketCap. Увидел, что он торгуется на OKEx. Что я делаю? Я просто захожу на биржу OKEx, покупаю эти токены и закидываю их на Bybit. Потому что вот здесь на Bybit есть до листинга еще период депозитов. То есть в период депозитов вы можете занести деньги. Вы можете уже депозитить, вы можете заносить эти токены на Bybit. Уже у вас есть адрес для занесения этих токенов. Но торговать еще ими не можете. Когда только токен листится на биржу. Вот, посмотрите, что происходит. Происходит просто такая вот зеленая свеча. В то же время мы заходим с вами на OKEx. И смотрим, что здесь у нас тоже происходит рост цены. То есть вот здесь купив, вы можете вот здесь продать. Вроде бы и уже заработать 50% к вот этой сделке. Просто на споте. Но это не очень интересно. Потому что вы перед этим, если бы занесли на Bybit, то на Bybit вы можете продать гораздо дороже. Потому что разница в цене была, в данном случае, вот была 25%. Я вот писал, что примерно в течение 10 минут был спред не меньше 25%. И даже если вы пропустили, вы скажете, блин, не увидел, что там токен залистился. Да и вообще, это если сразу все узнать, проанализировать, перекинуть сюда токены. И узнать, что будет такой спред в 25% у биржи OKEx и биржи Bybit, то да. Но уже даже после листинга, после того, как токен залистился, он стоил здесь 2 цента. А на OKEx он стоил 1,5 цента. Соответственно, можно было на эти деньги просто закупить токенов на бирже OKEx, перекинуть их на биржу Bybit. Это все очень быстро бы у нас перешло. Я даже писал там про комиссию сети. То, что комиссия сети, вот 4 доллара на тот момент была комса. И на бирже Bybit вы уже ее продаете на 25% дороже. Она уже торговалась на OKEx и на KuCoin. И 10 минут вот этот спред, он держался. Ну, потом он просто стал меньше 25%, но все равно он был. То есть вы покупаете, прямо после уже листинга на OKEx переводите на Bybit. На Bybit продаете, потому что токен 25% дороже. Таким образом, вы типа немножко арбитражите, но получаете себе профит в 25%. И я писал то, что с большими суммами вы, конечно, сюда не зайдете. С супер большими суммами, типа 100 тысяч долларов. Но если у вас десятка, ориентируясь на ту ликвидность, которая была на Bybit, на 10-20 тысяч долларов вы бы могли спокойно зайти и сорбитражить лимитными ордерами. Самое главное, не просто по рынку, по стакану долбануть всей двадцаткой. А лимитными ордерами потихонечку частями продавать и заработали бы себе, если не 25%, то 20% сверху. Это очень-очень даже хорошо. При том, что потом цена примерно на средине скорректировалась. То есть где-то на биржах она была по 0,018. То есть в любом случае цена была выше цены вашей покупки. И я сделал почти так. И вы можете тоже так делать, не заморачивался. Просто купил вот здесь и продал вот здесь. Купил я, потому что увидел новость о листинге на Bybit. Конечно же после листинга у нас токен вырастет, поэтому я его продал вот здесь. Также вы можете здесь получать разные награды за выполнение заданий. Но я это использую именно для того, чтобы смотреть на новые листинги и для того, чтобы на этом зарабатывать. Вы можете через CryptoRank выискивать листинги новых монет. Но это то, что вы можете сделать прямо вот на Bybit, никуда не выходя, в приложении, на сайте. И тем более, например, листинг на какой-нибудь бирже не из топ-3 меня не очень интересует. Потому что не всегда он может так сильно повлиять на цену. Если токен листится на Bybit, то 100% он вырастет на короткий промежуток времени. Пусть, но этот памп он будет. Потому что Bybit сейчас в русскоязычном сегменте это биржа номер один. В международном сегменте это биржа номер два после Binance. Ну и далее я вам хотел рассказать про токен МНС, который поможет вам заработать как раз-таки во время лаунчпадов еще больше денег, чем другие. То есть есть люди, которые участвуют в лаунчпадах, которые участвуют в подписках, в раздачах. А есть люди, которые на этом зарабатывают. То есть они видят, что много людей совершают какие-то действия. Когда в криптовалюте много людей совершают какое-то действие, то это обычно отражается в чем-то, в каком-то эквиваленте. А конкретно на цене это отражает с какого-то актива. В данном случае актив МНС очень волатилен и чувствителен к лаунчпадам, которые происходят на Bybit. Когда лаунчпад и люди покупают токены МНС, его цена вырастает. После лаунчпада цена на МНС падает. Мы можем это посмотреть на истории. И это прекрасно, что токен МНС есть на фьючерсах. И вы можете спокойно поставить позицию в шорт, например, после лаунчпада. То есть до лаунчпада люди будут закупаться. И вам неизвестно, насколько цена будет расти, когда она будет расти, как долго. Но что точно известно, что после лаунчпада она будет падать. Вы можете посмотреть, проанализировать график на истории и увидеть то, что в даты лаунчпадов всегда после этого идет падение. Потом оно может восстановиться. Да, и токен продолжит рост, если он до этого рос. Но, как правило, идет падение после лаунчпада. Потому что люди продают все токены МНС, которые они купили просто для участия в лаунчпаде. То же самое происходит на бинансе с токенами BNB после лаунчпадов. Поэтому здесь вы можете на этом и зарабатывать. Вы становитесь в шорт. Принимайте на себя только те риски, которые вы сможете нормально контролировать. Открывайте сделку, например, на 2-3% от вашего депозита. И тогда у вас все будет хорошо. Открывайте такую сделку, шорт, забирайте профит буквально через несколько часов. Не жадничайте. Увидели красную свечу, одну, откат, вторую. Все, забрали. Никаких там глобальных движений смены тренда не происходит обычно после лаунчпадов. Но локальная небольшая коррекция всегда происходит. И на этом всегда можно заработать 20-30% к сделке, которую вы открыли. Ну что, друзья, надеюсь, данное видео было для вас полезным, интересным. Вы примените на практике эти способы. Это будет самая большая благодарность, если вы пойдете и примените что-то на практике, и у вас получится. Спасибо всем за просмотр. Больших заработков. Удачи. Пока.